Субтитры предоставил DimaTorzok Оренбуржье в самом разгаре. Какой урожай удастся собрать и как погода сказалась на вкусе бахчевых. Прямо на поле оценили наши корреспонденты. Не пропустите наш специальный репортаж. О перспективах ресторанного бизнеса в Оренбуржье. О том, как готовить, чтобы туристы возвращались в регион, не только чтобы посмотреть что-то интересное, но и попробовать местные блюда. Советы от президента Федерации рестораторов и ательеров России Игоря Бухарова. Как юные оренбуржцы отдыхали прошлым летом и почему стоит озаботиться оздоровлением на будущий год? Все ответы в программе «Защита здесь». Всероссийский день трезвости. Алкоголь – вред для организма вне зависимости от количества и градуса. И слабоалкогольные напитки не исключение. Все о развитии зависимости знает врач медпрофилактики. В эфире новости дня. В студии Татьяна Штеллер. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях в городе и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Зарница Поболжья. Стартовала в Оренбуржье. Военно-спортивная игра в этом году собрала участников из Донецка и Луганской народных республик. В Оренбургской области подвели итоги выборов. Общая явка голосования в регионе составила почти 25%. Поехали! Знаменитую фразу космонавта Гагарина теперь будут видеть жители северо-восточного жилого округа Оренбурга. Можно ли купить новую квартиру за 1 миллион рублей? Аналитики изучили объявления по всей России и варианты есть. Делегации из Крыма и Белоруссии изучают опыт коллег в Оренбургском районе. Представители территории посетили теплицу, школу и музей. В 10-й раз Оренбургская область принимает финал окружной военно-спортивной игры «Зарница Поболжья». В этом году к участникам состязаний присоединились 4 команды из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. За победу будут бороться 180 человек. Старт с состязанием дали сегодня. Подробности прямо сейчас. Торжественная церемония открытия проходит на аэродроме. Военный оркестр исполняет марш Преображенского. Участники с предвкушением ждут начала соревнований. В нашей области финал проводится в юбилейный 10-й раз. Оренбургская область – это казачий край. Оренбургская область – это край, в котором жители всегда показывали героизм, проявляли героизм в Афганистане, в Чечне, в годы Великой Отечественной войны, в Сирии. Поэтому мы гордимся, что Зорница по Волжье проходит уже на постоянной основе у нас. Участникам предстоит показать себя в 15 дисциплинах. Это бег, силовая гимнастика, метание гранат, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, разборка-сборка макета автомата Калашникова, военно-историческая викторина. Организаторы говорят, главная задача – показать ребенку, насколько он может быть разносторонним. Здесь мы развиваем у ребят тягу и раскрываем таланты. Во многих отношениях кто-то пойдет послужить родине, и это будет его основной профессией. Кто-то займется спортом, а кто-то будет сугубо гражданским. И вот момент настал. Начало положено, но прежде чем отправиться на соревнования, для участников проводят экскурсию по аэродрому. Подросткам интересно, не каждый день увидишь военный самолет изнутри. После – подготовка к первому испытанию. Сегодня это полоса препятствий, 200 метров которой нужно преодолеть быстрее, чем соперник. Перед началом – напутствие от тренера. Быстрее руками, и у вас получится чаще, чаще, понимаете? Некоторым ребятам особенно непросто. Например, делегация из Херсонской области приехала только в 6 утра, проведя двое суток в дороге. Однако настрой у команды хороший – рвутся в бой. Здесь они впервые. Организаторы подчеркивают – для детей это возможность полноценно осознать. Теперь они – Россия, и она их не оставит. Вы понимаете, мы находимся возле первой линии фронта. А вообще для детей нужно такие мероприятия очень часто проводить, чтобы они почувствовали себя как лидерами, умели показать, что они умеют. Площадок проведения военной спортивной игры несколько, но основная – санаторный оздоровительный лагерь Самородова. Организаторы подготовили для участников образовательную программу. Состоятся диалоги с известными спортсменами Оренбургской области, мастер-классы и турниры операторов беспилотных летательных аппаратов, а также встречи с участниками СВО. Соревнования продлятся до 16 сентября. Виолетта Широкова, Игорь Беров, Новости дня. К другим темам. Прокурор обязал администрацию города Оренбурга снести аварийный дом на улице Одесской до 5 октября. Ранее надзорное ведомство провело проверку по факту бездействия мэрии по сносу пятиэтажки. Кирпичная пятиэтажка по адресу улица Одесская, 129, признана аварийной еще в 2019 году. До 2022 объект был расселен. Квартиры переданы в муниципальную собственность и отключены от коммуникаций. В настоящее время доступ в дом не ограничен. В аварийной пятиэтажке нет ни дверей, ни окон. Не раз в заброшенном доме происходили пожары. Изначально здания должны были разобрать до конца апреля 2023 года. Однако сроки сдвинулись. В мэрии сослались на то, что некоторые жильцы обжаловали в судах стоимость выкопа аварийного жилья. Демонтаж здания начался в конце июня и должен был завершиться 1 сентября. Однако сроки вновь были сорваны. Как отметили в подрядной организации, на это повлияли сильные осадки и жара. Обнаружение дополнительных конструктивных особенностей здания не указанных в проекте, что требует дополнительного времени, а также сказалось на увеличении стоимости работ. Еще одним условием в свое оправдание подрядчики называют отсутствие подъездных путей к зданию и большое количество зеленых насаждений по периметру. Прокуратура настроена решительно и ее уже поддержал суд. В 2022 году прокурором города в администрацию было внесено представление с требованием о сносе объекта. Однако до настоящего времени ликвидация многоквартирного дома не осуществлена. В связи с этим прокурор города обратился в суд с требованием об обязании органа местного самоправления осуществить снос многоквартирного дома. Требования прокурора удовлетворены. В последние дни администрации города Оренбурга дано время для сноса объекта до 5 октября текущего года. Прокуратура города проконтролирует ход исполнения решения суда. Если дом по улице Одесской 129 не будет разобран до 5 октября, к муниципалитету будут применены меры прокурорского реагирования. Самые обсуждаемые темы в социальных сетях Оренбурга в последние дни – разбор оградительного барьера на улице Терешковой и отсутствие разметки. Что происходит на одной из важнейших транспортных артериях города и как к этому относятся в региональном ГИБДД – в материале наших корреспондентов. На улице Терешковой начали разбирать дорожное ограждение. В администрации пояснили – меняется формат движения. На основной магистрали города появятся отдельные полосы для общественного транспорта, такси и участок для организации реверсивного движения. Как новшества повлияют на дорожную ситуацию, сказать в областном ГИБДД пока не решаются. Мы сейчас давно уже исключены из этого процесса согласования этих мероприятий. Мы к этому процессу подключаемся только когда вот эти все условия выполнены. Если мы чувствуем и видим, что есть угроза для безопасности, тогда мы включаемся и все надзорные полномочия применяем. Еще одна проблема – отсутствие разметки на отремонтированных дорогах. Водители называют такие полосы «еду, как хочу». Чистый асфальт создает аварийную ситуацию. Однако процесс создания разметки во власти организатора ремонта и исполнителя. Свежая зебра не появилась даже в преддверии учебного года. Этот вопрос поднимался на заседании правительства области на прошлой неделе. Губернатор был крайне недоволен ситуацией. Претензии были предъявлены Оренбургскому району, Орску и Оренбургу. В областном центре недосчитались 45 разметок. Все равно не поймал, в чем проблема-то, скажите, нанести этих 45 разметок. Не говоря о том, что у вас даже дороги до сих пор, которые отремонтировали в прошлом году, с начала года разметки не было. Мы вам на историю безопасности напомнили, сколько городу денег дали? 160 миллионов плюс 80. Туда разметка тоже входит. Что не делаем-то, вы мне скажите, пожалуйста. Ни разметки, ни денег. Ничего. То подрядчик плохой, то и вовремя не сделал, то материалов не дали. Ну, тогда закупайте, соответственно, машины свои и сами делайте. Что я могу сказать? В ГИБДД заверили, разметка будет, ее не может не быть. Остается один вопрос. Когда? Можно говорить, что этот вопрос, он не запущен. Есть, да, всегда есть вопросы и к владельцам дорог, и тем лицам, которые занимаются этим работом, субподрядчики различного рода. Ну, я уверен, что эта работа, она всегда делается и до конца завершается. Елена Нефатьева, Георгий Бурлуцкий, Дмитрий Картус. Новости дня. В Оренбургской области подвели итоги выборов. Общая явка на голосование в регионе составила почти 25%. Всего же проголосовали 19 859 избирателей. Такие данные дает областная избирательная комиссия. 275 депутатских мандатов распределились следующим образом. 251 – «Единая Россия», 1 мандат «Справедливая Россия за правду», 12 – «Самовыдвижение», КПРФ – 9 мандатов, «Партия пенсионеров» – 1 мандат, «Партия возрождения России» – 1 мандат. По данным областной избирательной комиссии, лидерами по явке на муниципальных выборах стали Оксютинский сельсовет Осикеевского района – 87%, Новодомосейкинский сельсовет Северного района – 61%, Тимошкинский сельсовет Матвеевского района – чуть более 53%. Самая низкая явка наблюдалась в Степановском сельсовете Оренбургского района – 10%. В Оренбурге с учетом дистанционного электронного голосования явка составила чуть выше 11%. Проголосовали 3116 избирателей. Напомню, в Оренбурге, как и по всей стране, включая и новые регионы, прошли выборы. Жители голосовали три дня. Прямые выборы глав регионов прошли в 21 территории. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что будет в нашей программе дальше. Можно ли купить новую квартиру за 1 миллион рублей? Аналитики изучили объявления по всей России, и варианты есть. Делегации из Крыма и Белоруссии изучают опыт коллег в Оренбургском районе. Представители территории посетили теплицу, школу и музей. Это новости дня мы продолжаем. Где можно купить новую квартиру, накопив около миллиона рублей. Аналитики издания «Российская газета» изучили объявления от застройщиков на порталах агрегаторов. Оказалось, что есть несколько населенных пунктов, где можно купить недвижимость за эту цену. В том числе и в Оренбургской области. Объявление о дешевых квартирах есть в Дагестане. В городе Избирбаш уже несколько месяцев в продаже студия в 22 квадратных метра за 770 тысяч рублей. При этом дом достроят в 2026 году. Недорогой вариант в новостройке предлагают в Хантамансийске. За 799 тысяч, как уверяют авторы объявления, можно стать обладателем однокомнатной квартиры в 47 квадратных метров. Дом достроят в конце 2024 года. За миллион с небольшим рублей можно купить студию почти в 21 квадратный метр в селе Неженко Оренбургской области. Примерно за такую же сумму можно приобрести однушку без отделки в городе Зубцов на юге Тверской области. Квартира площадью чуть меньше 30 квадратных метров находится на четвертом этаже пятиэтажки. Дом построен в 2020 году. Обещан живописный вид из окна на реки и водохранилище. В любом случае специалисты рекомендуют обращать внимание не только на стоимость жилья, но и проверять застройщика в каталоге новостроек. Там можно увидеть полную информацию о доме, районе, сроке сдачи здания, увидеть фотоотчет о строительстве, а также проверить, не относится ли жилой комплекс к числу проблемных. А сейчас к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка России на вашем экране. Художники из Тулы завершили работы над Муралом с портретом первого космонавта Юрия Гагарина. Изображение с надписью «Поехали» располагается на фасаде дома номер 43 на улице Солмышской. Работа на многоквартирном доме велась с начала сентября. И вот сейчас все задуманное тульским художником можно увидеть в полном размере. Местные жители говорят, что были изначально не против, что их дом теперь станет настоящим арт-объектом. Мне очень понравилось. Я иду издалека и думаю, как хорошо, приятно прямо к душе. И это наша история. Это очень хорошо. Молодцы. Очень нравится, что наш город хоть как-то становится более ярким. Потому что, учитывая, что все зимнее время, оно очень пасмурное, то хотя бы такие вот вещи, цены для нашего города, чем город наш славится, это, я считаю, прекрасно. Я хочу, чтобы каждый дом вообще был такой красивый. Есть, конечно, историческая ценность. Первый космонавт в мире учился у нас в Оренбурге. Мурал представляет историческую ценность для всего Оренбуржья. Память о первом космонавте хранят жители. Да и сам Гагарин вспоминал город, который дал ему крылья. Несколько дней в Оренбургском районе работали делегации из Крыма и Беларуси. Программа визита была насыщенной. Представители территории познакомились с технологиями в сфере образования, сельского хозяйства, муниципального управления, а также подписали ряд соглашений. Оренбургский район и делегации Копольского района Беларуси и Сакского района Крыма подписывают соглашение о сотрудничестве. Уже давние партнеры с Сакским районом взаимодействия 2016-го с Беларусью с 2017-го решили работать еще плотнее. Это дает нам уверенность, что более тесно будет налажено сотрудничество уже в сфере образования между школами, сельскохозяйственных предприятий, потому что очень много есть возможностей у нас сотрудничать. Например, Оренбургский район сможет поставлять семена в Беларусь. Было подписано соглашение, но тогда это было соглашение только руководителей района. За эти годы мы накопили уже очень хорошие тесные связи с различными учреждениями образования и с сельхозпредприятием. Поэтому, конечно же, закрепить вот эти связи необходимо было соглашением о сотрудничестве, чтобы это было положено на бумагу. Впервые подписывается соглашение с сельскими поселениями Крыма. Очень рады такому соглашению, сотрудничеству. Надеемся обменяться опытами, посмотреть, как здесь работают. Мы хоть 9 лет, конечно, уже в России, но все равно у нас много вопросов. И это очень нужное соглашение для нас. От слов к делу. Делегации направляются в село Черноречием, чтобы узнать о технологиях работы в интересующих сферах. Их встречают у памятника казакам Оренбургского казачьего войска, как и положено на гостеприимной земле с хлебом и квасом. Не было гостя, вдруг нагрянула. В теплицах делегации смотрят цветы герберы для озеленения и благоустройства Оренбурга, поселков и городов региона, а также огурцы. Ученики Чернореченской школы представляют проект «Огуречная долина». Это первые профессиональные пробы ребят. В целом, работа направлена на привлечение школьников к сельскому хозяйству. Такая практика вызывает интерес. Очень хорошая тема по профориентации ребят. Почему? Потому что наши дети тоже поступают в сельскохозяйственные учреждения, образование, но не все выбирают эту профессию потом. Ну, в последующем. Очень хорошо, если ребята со школы привлекают к профессии. О новом оборудовании и площадке «Точка роста» делегации узнают в Чернореченской школе имени кавалера Ордена Красной Звезды Александра Гонышева. Нам все интересно, много чему нужно учиться, перенимать опыт. И очень интересно такой район. Просто замечательный. Не остается без внимания и музей. В этот день представители регионов почтили память павших в Великой Отечественной войне, а также известного писателя Александра Пушкина. Елена Еремна, Айнура Алиева, Игорь Бероев, Георгий Бурлузский. Новости дня. Самый большой в Оренбуржье – промышленный, сельскохозяйственный и социально развитый. Оренбургский район отметил 85-летний юбилей. Торжества прошли во Дворце культуры и спорта «Газовик». С какими результатами район подошел к знаменательной дате, узнали Александр Криволапов и Игорь Бероев. Гостей праздников встречают красной дорожкой. В фойе юбиляров ждут угощения. Тут же выступают коллективы художественной самодеятельности. Многие под зажигательные звуки мелодий танцуют. Оренбургский район занимает более 5000 квадратных километров, имеет развитую промышленность. В районе развита нефтегазовая отрасль. Оренбургский район также один из лидеров сельхозпроизводства. Сумели сохранить стабильность развития животноводства, остановлен спад поголовья и есть моменты, где прирастают. Но много еще работ в полеводстве. Району предстоит еще посеять более 20-25 тысяч гектаров озимых культур. Мы надеемся, что район с этими задачами справится. Сегодня на фоне юбилея, могу сказать, что идет работа. Работа идет большая, и я уверен, что те люди, которые сегодня отпраздновали, они тот и вечером, тот и завтра утром выйдут на работу и будут продолжать свои славные традиции. В Оренбургском районе активно строится жилье, спортивные площадки. Появилось 4 новой школы и 2 еще строятся, 11 детских садов. Район лидер в реализации программы комплексного развития сельских территорий. За 5 лет практически миллион квадратных метров введено жилья. Население района увеличилось более чем на 20 тысяч человек. И самое главное, у нас район молодеет. Все больше и больше молодых семей выбирают местом для своей будущей жизни, жизни своих детей, наш район. Мы прирастаем детьми. У нас только учеников за последние годы увеличилось в 2 раза. Поздравить юбиляров пришли депутаты Законодательного собрания области, руководство областного центра, ветераны. Территории развиваются, в каждое село приятно сегодня заехать. И это хорошо. Как говорят в Оренбургском районе, задача на ближайшие годы – развивать экономику и производство, повышать качество жизни, делать территорию современной и удобной. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. Жители села Черный Отрог примут участие в создании новой экспозиции музея Черномырдина. Там прошла презентация проекта под названием «Башня Сельпрома», поддержанного фондом Потанина. Обветшавшее здание водонапорной башни станет музеем. Кураторы проекта показали, как будет выглядеть башня. Она станет настоящим арт-объектом. Экспозиция будет состоять из двух частей – уличной и интерьерной. Уличная расскажет о сельских производствах, которые функционировали в селе в период, когда Черный Отрог был райцентром. Экспозиция «Внутри башни» будет посвящена языку и символике платочных узоров. Ведь платок – главный промысел этих мест. Мы выбрали лишь один аспект. Это язык платка. Говоря научным языком, семантика платка. То есть значение узоров, которые на самом деле имеют прямой отсыл либо с природными мотивами, либо с какими-то милыми бытовыми мотивами. Уже известно, местным жителям идея понравилась. Они тоже приняли участие в обсуждении проекта. Люди вспоминали, как строилась башня. Буквально всем селом рыли траншеи по улицам под трубопроводы. А появление колонок произвело настоящую революцию. Жители пообещали помочь команде проекта в сборе предметов для экспозиции. Это не только музейный объект, но и объект, который изменяет и благоустраивает территорию вокруг. Лавочки, прогулочные зоны. Это место и сейчас используется как такое транзитное, но оно, конечно, станет более комфортное, благоустроенное. Строительно-ремонтные работы и благоустройство территории вокруг башни планируют завершить до конца этого года. Экспозицию смонтируют до конца лета 2024 года. О спорте. Пять очков в четырех встречах. Хоккеисты Южного Урала провели стартовую серию чемпионата Высшей Лиги. В завершение номинально-домашнего блока в Ледовом дворце «Звездный» арчане принимали серьезнейшего соперника – трехкратного обладателя Кубка Братиной «Нефтекамский Торос», который при этом оказался гораздо свежее. У него была всего вторая игра за неделю, а у нас четвертая. Поэтому неудивительно, что в дебюте встречи, раскатавшись, гости за 20 секунд привезли нам две шайбы. Да и вообще в стартовой 20-ти минутке вдвое перебросали хозяев. Как отметил главный тренер Южного Урала Отмахов, начало проспали, потом внесли коррективы, успокоились. Во втором периоде арчане рванули вперед. Соперники за ними не успевали и регулярно нарушали правила. Раз за разом наши получали численное преимущество, а дивидендов из этого не извлекали. Однако не мытьем, так катаньем. Опять случился несколько курьезный гол жлобы. Как и в матче с молотом, наш защитник бросил от самой синей линии и застал врасплох вратаря. Игра преобразилась полностью. По броскам 16-2 в нашу пользу. Тут бы и развить успех. Но в начале заключительного отрезка Торос восстановил разрыв в две шайбы. И показалось, что матч не спасти. Тут настало время нашим проявить настоящий уральский характер. Сначала Мыльников оказался самым расторопным на пятаке. Ну, сейчас уже совершенно точно, да, Нефтекамский будет играть по счету. Абсолютно. Похоже на то. Потому что... Так, вот бросок был. Так, конечно. Здорово, здорово. Все, засчитано. Друзья, у нас 2-3. Не прошло и минуты, как счет сравнялся. Наконец-то заработало большинство. Наши грамотно расставились в зоне и вывели на бросок Кузнецова. Тот был точен. А ровно за 4 минуты до финальной сирены Арчане дожали соперника. В численном преимуществе отличился Фурса. 4-3. Выигрывает бросование Арчане. Бросок следует. Наконец-то, да, вот это да. За секунду, за несколько секунд до конца большинства мы его реализовали. Концовку встречи Арчанам пришлось отбиваться в меньшинстве. Костями ложились и выстояли. Уйти с 1-3 и вырвать победу дорогого стоит. В итоге Урал расположился в группе команд с 5 очками, занимающих места с 7 по 11. Теперь предстоит выездная серия, которая начнется во вторник в Ханты-Мансийске. Анатолий Юденич, Георгий Бурлузский, Семен Воробьев. Новости дня. На этом все. Напомню еще больше информации на нашем сайте ОРТ-ТВ.РУ. Также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-900-87-852-6011. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. В студии с метеопрогнозом Анастасия Рыбалкина. Через пару секунд я поделюсь с вами, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Здравствуйте. Уважаемые родители, вашему ребенку от 5 до 18 лет и он мечтает заниматься дополнительным образованием, с 1 сентября 2023 года на госуслугах в личном кабинете родителя получите социальный сертификат на обучение по программе в навигаторе дополнительного образования Оренбуржия. Консультации по телефону 43 50 93 или по адресу город Оренбург, улица Советская, дом 41. Региональный модельный центр. Оренбуржия продолжит находиться под влиянием тыловой части циклона с прохождением вторичных атмосферных фронтов. В ближайшие сутки ночи облачно с прояснениями. Преимущественно в северных и восточных районах небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных западных и центральных районах туман. Днем облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Преимущественно в северных и восточных районах ночью ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью и днем в восточных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 4, плюс 9 градусов. Днем плюс 12, плюс 17. И по районам подробнее. На западе области ночью плюс 6, плюс 9. Днем плюс 13, плюс 16. Центр и юг в ночное время плюс 4, плюс 7 градусов. Днем плюс 14, плюс 17. На севере ночью плюс 8, плюс 11. А днем плюс 12, плюс 15. На востоке в ночное время 5,8 со знаком плюс. А днем плюс 12, плюс 15. В Оренбурге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью северный, северо-западный, 3,8 метра в секунду. Днем северный, северо-восточный, 5,10. Температура воздуха ночью 5,7 со знаком плюс. Дневная температура плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба и будет расти. Впереди нас ожидает облачная погода с прояснениями. Проведите эти осенние дни с пользой для себя и своих близких. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Наш гость, президент Федерации рестораторов-отельеров России Бухаров Игорь Олегович. Игорь Олегович, здравствуйте. И сразу с колес первый вопрос. Что вас привело в Оренбург на эту выставку и ваши впечатления? Ну, в Оренбург я приезжаю часто. У меня жена отсюда и родственники здесь есть, получается. У нас здесь есть наша ассоциация рестораторов-отельеров, поэтому я знаком со многими рестораторами, отельерами Оренбурга. И в этот раз я приглашен на выставку агропромышленного холдинга, так понимаем, «Новой двор» с проблемами, которые касаются в том числе продуктов для предприятия питания. Ну, встречаюсь с коллегами, общаемся, смотрим, как развивается. Вчера вот был вечер замечательный. Министр сельского хозяйства говорит о твердых сортах пшеницы. А у меня вопрос, а где твердые сорта пшеницы? А потом выясняется, твердые сорта уходят за границу. А тут нужно перерабатывать, нам нужны хорошие продукты для того, чтобы предприятия питания работали, скажем, как и для местных. Местных, конечно, этим не удивить, у них уже глаз-то замылился. Но для путешествующих по стране ныне туристов, которые не могут выехать за границу и вдруг открывают для себя Россию, оказывается, что здесь есть замечательные продукты. В Саренбурже, прежде всего, это твердый сорт пшеницы. Это уже то, чем мы можем привлекать потенциальных клиентов. Конечно, да. Ну, просто, конечно, пшеницей там и мешком пшеницы вы никого не привлекете, конечно. А блюда и продукты из этого приготовленные, конечно, это привлекательная вещь. Но вы ресторатор, как и практик, так и теоретик. Вы преподаете это дело? Ну, да, да. Десять лет назад еще Владимир Александрович Мау, который возглавлял Российскую Академию Народного Хозяйства, Государственной службы, так сказать, он сказал, ты все критикуешь образование, попробуй сделать что-нибудь. Ну, вот мы сделали факультет гостеприимства, у нас 50%... Очень важно, мы взяли Лозаннскую школу гостеприимства как основную, посмотрели там, и вот у нас 50% времени ребята проводят на практике. На базе Рангикс, да? Да, это база президентской академии, вот, и 50% наши абитуриенты, они учатся и работают в предприятиях питания, и в отельном бизнесе в Москве проходят практику. А тяжело было швейцарскую модель адаптировать под российских студентов, скажем так? Тяжело, потому что у нас есть некое такое вот свое законодательство, которое, там, ну, нужно считать в рамках этого законодательства. Иногда у наших коллег, с которыми мы общались там с Юго-Восточной Азии, с различных школ, там, они когда смотрят, ты говоришь там про какие-то 19-е группы, 38-е, менеджмент, они говорят, мы не понимаем, о чем это вот... У нас более заформализировано. Да, у нас вот как вот машина была в свое время, вот она такая вот и идет. И еще же проблема в министерстве. В министерстве надо показать, что оно работает, да, там, вот, надо что-нибудь изобрести новое. Вот это проблема, конечно, это существует. А тем не менее, вот перспективы ресторанного бизнеса в Оренбурге, как вы оцениваете? Смотрите, я могу сказать, что когда начинают спрашивать про перспективы, проехав весь мир, потом объехав всю страну, я понимаю, что перспективы есть в любом регионе нашей страны. Он привлекателен тем или иным видом, не знаю, там, географическим положением, интересными людьми, историей и так далее. Но то, что касается ресторанного бизнеса, то у него всегда есть плюс в том, что человеку нужно завтракать, обедать, ужинать, надо полный продвигать вместо файфоклока, как вот такой импортозвещение, наш ответ, да. Ну и, знаете, для сохранения нервов вообще два ночных подхода к холодильнику, так, чтобы спалось лучше. Поэтому перспективы в этом смысле огромные, но необходимо... Есть одна дилемма. Дело в том, что местным хочется что-то необычного, и поэтому им заходит и KFC, и Манкдональдс, и все, как все, что там вот это иностранное, импортное, мы вот эти 30 лет себя там что-то впитывали. И сегодня традиционно спросить у человека пицца и бургер – это иностранное блюдо? Они говорят, да-да-да. Я говорю, ну а когда 30 лет, оно у нас, оно что, иностранное? Тогда у нас пельмени, которые непонятно где были изобретены, то ли в Италии, то ли в Китае, да, они тоже иностранные? Да нет, ну пельмени всю жизнь у нас. Понимаете, уже поколения на этом выросли. Чебуреки те же самые. Да, так вот, дальше получается. А вот для приезжего человека, который здесь не был ни разу, ему точно не нужно ни в KFC, ни в пиццерию, это он сходит в другом месте, ему нужно что-то местное. А вот это местного ему мало пока, и поэтому, может быть, и из-за этого, там, скажем, турпоток сюда не растет. Или растет. Хотя здесь очень много. Я вот, вы же оренбуржец? А естественно. А вот скажите мне, 10 за, зачем я должен приехать в Оренбург? Так, ну это уже хороший вопрос. Да, это я вас уже интервьюирую. Ну смотрите. Элементарно сразу это пуховый платок, первый. Это понятно. Ну купили один раз его дальше. Задача же, чтобы нужно вернуться. А потом я спрашиваю. Что касается кухни, у нас кухня многонациональная. Смотрите, потом я спрашиваю. А скажите, 5 за, зачем я должен вернуться? Я вам отвечу на этот вопрос. Это удобный перелет, он удобный. Два часа это нормальная. Логистика. Да, да. Логистика отличная. Да, там связь есть, то же самое. Безопасно, безопасно. Дальше. Отели есть? Есть отели. Прекрасные. Следующая еда. И уже остальное все это, что посмотреть. И вот если вот это все составляющее есть, люди с удовольствием сюда возвращаются. Вот просто вы же едете уже, например, в Санкт-Петербург, вы едете, вы уже были в музеях, были везде. Вот общая атмосфера гостеприимства города говорит... Формируется вокруг еды. Да, давайте вот еще раз съездим туда, там же здорово. Оренбургский каравай пробовали? Ну, конечно, естественно. У меня же дома большой специалист, прям это не отходит от станка. Меня на кухню не пускают, если только поточить ножи. Это наш оренбургский характер. Все-таки вот вы сейчас говорили, в основном упоминали фастфуд. А насчет тут слова фуда, как говорится, что у нас, какие-то перспективы есть? Вообще, насколько востребовано? Или фастфуд скоро перебьет все? Смотрите, это вот ситуация с фастфудом. Значит, нужно воспринимать фастфуд не как перевод такой быстрая еда. Это неправильно. Трактовка такая. Быстрое приготовление и быстрое обслуживание. Это вопрос, вот быстро-то вы зашли, вам нужно перекусить. Вы не хотите, как в ресторане, сидеть и ждать, пока вам будут персонально готовить какое-то блюдо. Вы взяли, вот что вас устраивает. Еще 10 лет назад мы не видели с вами молодежь, которая идет по улице, например, и пьет кофе. Или жует бутерброда. И нам родители, когда говорили, сядь, пережевывай все, отдай время обеду, почему-то мы это забыли. Вот у нас вот этот вот стиль, который мы куда-то все время бежим. Продукты, которые здесь есть, ну, это благодатная земля. Это вот я всегда говорю, знаете, как вот помните фильм, да, там это и кузница, и здравница, и житница, да, там это можно и про Оренбург говорить, и кузница, и здравница, и житница. Продуктов много. Вопрос о том, какие продукты известны за пределами Оренбурга? Какие? Ну, твердые сорта пшеницы. Все скажут, да, оренбургская пшеница. Но вы же не идете в магазин, покупаете зерно, дома у вас мельница, вы молите, потом вы что-то там замешиваете, хлеб. Нет, конечно, понятно. Дальше. Ваши помидоры. Вот вы к ним привыкли уже, вот они вот такие кривые все эти, но просто вкус, это старые. Это старые, старые, да, конечно, старые семена, это важно очень, потому что у них есть вкус. Это не вот эти помидоры выращенные. Зависит от почвы, от грунтовых. Да, конечно, грунтовые, естественно, все это. Дальше. Кстати, вода, у нас минеральная вода есть. Солилецкие, арбузы. Не только солилецкие. А, вы имеете в виду арбузы. Арбузы. И думаем, мы о воде. Да, вот, понимаете, тоже есть. Это вот то, что, может быть, кто-то вам скажет про это. Может быть, скажут вам про соленые арбузы, которые как готовились здесь. Я, например, за 25 лет жизни с женой, которой там родственники присылают все это вот туда, все это, она ест. Я, к сожалению, как бы вот для меня деструкция вкуса. Вы не поверите, я также к соленым арбузам отношусь. Да, вот, для меня арбуз должен быть сладким. Хотя аренбуржец. Да, вот. И больше ничего. Но тут есть много еще чего интересного, понимаете, из продуктов. Просто это нужно посмотреть. Посмотреть старые, там, меню трактиров, которые были, да, там, что производили. Поэтому я думаю, что говорить о перспективах не нужно. Уже просто делать каждый день свою работу и двигать эту историю. Так же, это кофеции отелей. Да, конечно, да. Ну, вот, я был несколько лет назад, приезжал тоже на мероприятие. Вопрос о том, значит, у меня сразу первый вопрос. А ходят ли местные в ресторан при отеле? Они говорят, ну, ходят, ну, мало. В основном, говорят, заказы каких-то, да, понятно, удобно. Можно провести большое мероприятие, можно провести свадьбу. То есть небольшое, да. Но ресторан – это все-таки не банкеты только, да. Это же еще вопрос там того, что ваш шеф-повар может представить какие-то блюда. Может быть, он уникален в стране, потому что сегодня конкуренция очень большая. Так вот, возвращаясь, почему предприятия быстрого обслуживания стали? Покупательная способность не растет, инфляция, мы видим это все, да. И в этом случае людям уже, может быть, даже они не готовы платить за скатерть, за хрусталь, стоящий на столе, понимаете. Им нужно, чтобы это было вкусно в тарелке. И тут уже вот вопрос о том, что вот нужно уделять внимание то, что в тарелке. А то, что в тарелке – это продукты. А если когда сегодня там обращают внимание на то, что на антураж затрачивают деньги в этом, не тратят деньги на персонал, не тратят, не рассматривают продукты хорошие, значит, это может быть провал, потому что люди не готовы платить за красивое там зеркало на стене или за интерьер. Но один раз посмотрели. А ставка сейчас же начинает выигрывать. Это, да, это все равно за этим будущее. Она немножечко снизилась. Она, конечно, революционно развивалась в связи с пандемией, потому что так она очень революционно росла, росла, люди ходили. Потом часть людей соскучилась, кто-то выходит, а кто-то совершенно по-другому. Вот моя дочь, например, она говорит, я говорю, пойдем где-нибудь кофе, у тебя еще что-нибудь поедим. Она говорит, пап, не надо, сейчас все привезут сюда. То есть потребление, по сути, меняется. Ну вот вы говорите изменение привычек, изменение потребления. А вот все-таки Москва – это одна история, а регионы, в том числе Оренбуржья, другая. Я вот вам с уверенностью говорю, что для большинства наших зрителей, наверное, поход в ресторан до сих пор воспринимается как в советское время, как какое-то огромное событие. Да, событие, да. А вот как вы считаете, все-таки готовить дома, ходить в рестораны или как-то совмещать два этих занятия лучше всего? Это опять культура, понимаете? Вот ты, например, в Вене утром в кофейнях сидят женщины, которым там далеко за 70, значит, они пьют кофе, общаются. Ты понимаешь, что свою жизнь они начинали там после войны, сразу там становилось, то есть это уже привычка. Можно попить дома? К сожалению, представители серебряного возраста не часто встретишь в ресторанах. Не встретишь, потому что они живут в прошлом. Это 90-е, это конец 80-х, начало проблемное, я не буду говорить разруха, но там разрыв всех старых связей и возможностей зарабатывать. Да, все это ушло, это, конечно, накопилось. И в этом случае там понятно, что как только чуть-чуть что-то, какая-то проблема, люди сразу раз и говорят, дайте подождем. К сожалению, да. Молодежь по-другому воспринимает. Молодежь ходит спокойно, там, я просто вот иду, я же там в бизнесе уже больше 40 лет в этом, я пришел учениковым поваром в ресторан Будапиш, он в ресторан Треста в январе 1981 года, после армии сразу. Понимаете, да, я начинал там с ученикового повара, там дорос еще в Советской Системе, я еще был директором. Вы прошли путь абсолютно весь. Да, весь путь прошел, да. Вот, поэтому, конечно, меняется. А для этого эта проблема, что нужно, вот скажем так, что нужно для этого сделать? Что-то делать в школе, да, наверное, потому что питание в школе, это тоже проблема на сегодняшний день. Что-то нужно об этом рассказывать? Да, об этом тоже нужно рассказывать, потому что это культура... Пищевого употребления. Конечно, это культура повседневности, и это ваше здоровье, потому что на сегодняшний день надо понимать, да, там, я прекрасно, например, перевариваю белок, и с трудом перевариваю углеводы. Есть люди, которые прекрасно переваривают углеводы, а белок вообще не едят, потому что там, может быть, и... То есть рестораны в этом отношении должны давать возможность человеку? Конечно, да, разнообразие. Но вот в связи с тем, что покупатели не растут, значит, сейчас все уйдут в фастфуд. Будет проще, и начнут бороться, бороться за снижение цены. До момента, когда уже экономическая модель не будет работать, начнут сыпаться. Точно так же, как высоко маржинальные в свое время большие рестораны, дорогие, в своей конкуренции то же самое начали сыпаться, когда их стало много. Иного ничего они не могли тебе представить. Вот сегодня количество ресторанов дорогих уже достаточно. Дешевых становится много, но ты не составишь конкуренцию KFC большой корпорации, понимаете, или там сегодня вкусная точка называется, так, это Макдональдс, он и есть Макдональдс. Вы ему не составите. Вот найти где-то себя в середине, а тут важно что? А тут вот должны быть семейные рестораны, когда человек конкретный, который ведет собственный ресторан, собственный бизнес, своим именем отвечает за это. Пирожки, манты, беляши на базаре – это конкурентоспособная вещь? Конечно, естественно, потому что ты понимаешь, что женщина, которая это делает у себя, она за это отвечает. И она понимает, что если она сделает что-то не так, к ней больше не придут. И она держит свое качество всегда на высоте. И она даже в какой-то момент готова проиграть в маржинальности, лишь бы только у нее вот это брали. Вот, наверное, сейчас какую-то такую вещь наподобие Оксимирона скажу, но все-таки получается, что есть такая возможность, что в России рестораны могут научить людей есть правильную пищу, питаться правильно. Конечно, естественно, потому что... Потому что обычно врачи всегда против. Против фастфуда, трансжиры пугают нас. Слушайте, ну, да, это используется, вот действительно, но все равно исследования на Западе идут. Там тоже вопрос о том, что как сделать при этой большой конкуренции, как сделать так, чтобы у тебя себестоимость была маленькая. Откуда это все пошло? Это большие корпорации, которые исследуют, рынок изучают, в том числе потребительские свойства, вкусовые, там, дегустаторы работают, маркетологи работают, вот, понимаете? Что сложно продавать? Ну, по сути, да, по сути сложно продавать очень... с низкой стоимостью заставить вас, но это должно быть очень массово. И самое дорогое, это очень сложно, то есть это нужно убедить человека за что-то заплатить. Эфемерное, да, там, в том числе это будет все влиять на это, да, и интерьер, и самообслуживание, которое идет, и качество подачи блюд, и оформление этого, сочетание продуктов, тоже очень сложно. Вот, а в середине, если мы видим, как сегодня, там, например, развивается просто, как место выхода из дома, кофейня, все очень просто, да, небольшой ассортимент, кофе, люди садятся, они вышли из дома, спокойно, там, с удовольствием сидят, да, там, можно там пообщаться, там, кто-то сидит, работает, там, это же видно, да? То есть, в любом случае, домашняя кухня или кухня ресторана здесь не должно стоять противостояние, да? Нет, конечно. Это выбор, и каждодневный выбор, то есть, и компиляция здесь возможна. Дальше, вот смотрите, если вспомнить, откуда слово общественное питание, там, изучаешь вопрос, это работа Ленина, великий почин, 19-го года, когда о субботнике, и там он писал об общественных столовых, об освобождении женщины от, мы все время говорили, 3К, значит, кирхи, кюхи и киндер, да, там, то же самое освобождение женщины от церкви, освобождение ее от кухни, освобождение ее, чтобы она могла от воспитания детей, почему у нас появились детские сады, если женщина вовлекалась в общий процесс, да, там, ну, скажем там, самостоятельно себя построить, да, это self-made, то, что там американцы говорят, сама себя сделала. Ну, посмотрите, у нас большое количество бизнес-вумен, у нас большое количество женщин, которые работают, сегодня, которые себя реализовали, вот, и, значит, все вот эти ранние строительства еще Курбельзье, когда строил, когда нету кухни в это, это как гостиная история, да, там есть просто внизу столовая, да, там, кстати, наше будущее. Ну, я бы сказал, они, наши тогда вожди об этом мечтали, и я смотрел, я помню, был у своего товарища в, значит, в Калифорнии, и мы поехали, он говорит, поехали пообедуем там, он говорит, в этих домах нет кухни, я говорю, как нету, он говорит, а все внизу, ты посмотри, куча ресторанов, это просто большое, такое большое количество домов, которые стоят, а там все внизу, различные кухни, греческая, тайская, итальянская, там все, ты можешь в любой ресторан пойти, у них нет наверху, только там кофейный аппарат стоял. В завершение нашей встречи хотелось бы вас попросить буквально вот несколько напутственных слов нашим оренбургским рестораторам. Ну, во-первых, нужно понимать о том, что, чтобы готовить что-то местное, нужно это сделать намного эффективнее, чем сделает мама или бабушка, потому что всегда все скажут, что вы неправильно делаете, у нас там собственный семейный рецепт и так далее, да, для того, чтобы приехали к вам гости, которым не нужно, еще раз повторюсь, ни пицца, ни бургер, да, а они с удовольствием попробуют что-то местное, нужно это искать. Нужно работать с продуктами, ну и самое важное, конечно, это нужно работать с собственным персоналом, потому что ресторан – это все-таки командная работа. Даже ты лидер, ты ресторатор, у тебя должен быть шеф-повар, который должен быть в твоей команде. Это вот становление, то, что там называют бренда, это вот те корни, которые дают возможность, скажем, тем людям, которые к вам придут, получить то полное удовольствие, на что, в общем, вы и рассчитывали, когда строили свой ресторан. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли, и отдельно спасибо за ваш оптимизм и похвалу Оренбургской кухне. Спасибо. Больше 30 тысяч гектар столько составила посевная площадь бахчевых культур в Оренбургской области в 2023 году. 25 тысяч из них находятся здесь, в Солилецке. Завершается сбор урожая поливного. Он составил 85 тысяч тонн. Суходольного арбуза в первые дни сентября уже собрали 12 тысяч тонн. Бахчеводы утверждают, это не более 5% от всего урожая. Иван занимается бахчеводством с 2012 года. Отмечает, этот сезон выдался трудным. Бахчи не обошли стороной болезни. Главное – вовремя начать обработку, иначе потеряешь в урожае. Было много болячек, много заболеваний. Ну, ничего страшного. Опрыскиваем. Разные средства защиты есть от этого. Это как человек. Когда человек болеет, он пьет таблетки, так и здесь. С поливными арбузами в этом году были и другие сложности. На семена в этом году возросли цены на 10-15%. Тысяча семян теперь обходится фермерам в 6 тысяч рублей. А это одна пачка. А чтобы засеять один гектар, таких нужно 6. С суходолом попроще. Из него семена собираются по старинке. Сезон прошел, арбузы остались, какие-то все равно остаются. Выбил с них семена на следующий год, подготовил, посадил. А вот дынями бахчевод больше не занимается. Говорит, сложнее. Осматривать и отбирать плоды нужно каждый день. Это энергозатратно. Главная проблема – человеческий ресурс. Вот людей, да, не хватает. Это очень большой фактор, который с каждым годом все больше и больше. Это людской труд, людская сила. Ее всегда не хватает. Ее не найдешь, и никто работать не хочет, и все хотят больших денег и уезжают в большие города. С поля прямиком в кузов. Одну такую машину заполняют 30 тоннами арбузов за три часа. Первая остановка – местные рынки. Несмотря на возросшие затраты, цены на прилавках прежние. Сорта разные у нас, обилие сортов. Вот на сегодняшний день Користан есть, продюсер, Холодок, который один из популярных арбузов, который на засолку берут, на хранение до Нового года некоторые люди хранят при правильном хранении. Есть вот икар сорт, это уже суходол пошел. Цены вот 10, 15, 20, вот такие цены на сегодняшний день. Цены, в принципе, от прошлого сезона не отличаются. Практически такие же, на дыньке точно так же. Дальше путь арбуза может быть самым непредсказуемым. Часто приезжают коммерсанты из Пермского края, Башкортостана и других регионов. Местные производители сотрудничают и с федеральными сетями. При Министерстве сельского хозяйства проводятся торгово-закупочные сессии с торговыми сетями. Наши фермерские хозяйства участвуют там, заключают с ними прямые договора и сейчас вот поставляют эту продукцию в торговые сети. Вы можете в торговых сетях увидеть даже с наклейками ООН Новоелецкая, например. У них сейчас фирменные наклейки. Вся эта продукция там реализуется. Сергей Нозин тоже опытный бахчевод. На полях трудится уже 50 лет. Шутит. Для местных жителей это начинается как хобби, которое потом перерастает в основной заработок. Здесь арбузы выращивает каждый второй. Погода этим летом выдалась контрастной. Проливные дожди сменялись знойным солнцем. Все это влияет на урожайность. Кажется, что дожди – это как бы благо для сельского хозяйства. Вот. Ну, все свое. Каждый год накладывает какие-то оттенки. Осадки и холодные ночи оставили свой след. В этом году урожай поливных арбузов составляет лишь 60% от прошлогодних показателей. Однако качество не хуже и вкус не пострадал. На вопрос о том, какому сорту отдать предпочтение, бахчевод отвечает – каждому свое. Все вкусные. У каждого свой вкус. Это уже однозначно. Поэтому я советую всем, кто любит эту сладкую ягоду, покупать не одинаковые, а чтобы всякие были, разнообразные. Потому что у каждого обязательно будет специфический вкус, и вы получите удовольствие. Знаменитый огонек без полосок, так называемый мулат, поливные и желтые внутри. Бахчай забилуют видами арбузов. Но вне зависимости от сорта, все без исключения сочной и сладкой с нежной сахарной мякотью. Решают, готов ли арбуз, отправятся на прилавки в выборщике. Они проводят на бахче целый день и отбирают самые спелые плоды. Вот по виду гладенький, блестящий, матовый налет на нем появился. Здесь желтые пятнышки. И вот зеленый гигант ждет своего покупателя. Кстати, о размерах. Продавцы рассказывают, что большие арбузы все меньше пользуются спросом. А вот малыши, наоборот, чаще появляются на столах оренбуржцев. При выборе советуют классически постучать по плоду. А вот сухой хвостик или нет, значения не имеет никакого. Так же, как и то, мальчик, арбуз или девочка. Эти категории выбора давно в прошлом. Все современные арбузы гибриды и ждут своего дегустатора. Фермеры говорят, в отличие от поливного, в этом году урожай суходола больше, чем в прошлом. Полноценный сбор начнется 10 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оренбургская область – это казачий край Оренбургская область – это край, в котором жители всегда показывали героизм, проявляли героизм в Афганистане, в Чечне, в годы Великой Отечественной войны в Сирии Поэтому мы гордимся, что Зорница по Волжии проходит уже на постоянной основе у нас Участникам предстоит показать себя в 15 дисциплинах Это бег, силовая гимнастика, метание гранат, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, разборка-сборка макета автомата Калашникова, военно-историческая викторина Организаторы говорят, главная задача – показать ребенку, насколько он может быть разносторонним Этим мы тем самым развиваем у ребят тягу и раскрываем таланты Во многих отношениях кто-то пойдет послужить родине и это будет его основной профессией Кто-то займется спортом, а кто-то будет сугубо гражданским И вот момент настал Окружную юно-армейскую военно-спортивную игру Зорница прошу считать открытой Начало положено, но прежде чем отправиться на соревнования для участников проводят экскурсию по аэродрому Подросткам интересно, не каждый день увидишь военный самолет изнутри После – подготовка к первому испытанию Сегодня это полоса препятствий, 200 метров, которые нужно преодолеть быстрее, чем соперник Перед началом напутствие тренера Быстрее руками и у вас получится Чаще, чаще, понимаете? Некоторым ребятам особенно непросто Например, делегация из Херсонской области приехала только в 6 утра, проведя двое суток в дороге Однако настрой у команды хороший рвутся в бой Здесь они впервые Организаторы подчеркивают Для детей это возможность полноценно осознать Теперь они – Россия И она их не оставит Вы понимаете, мы находимся возле первой линии фронта А вообще для детей нужно такие мероприятия очень часто проводить Чтобы они почувствовали себя как лидерами Умели показать, что они умеют Площадок проведения военной спортивной игры несколько Но основная – санаторный оздоровительный лагерь Самородова Организаторы подготовили для участников образовательную программу Состоятся диалоги с известными спортсменами Оренбургской области Мастер-классы и турнир операторов беспилотных летательных аппаратов А также встречи с участниками СВО Соревнования продлятся до 16 сентября Виолетта Широкова, Игорь Беров, Новости дня К другим темам Прокурор обязал администрацию города Оренбурга Снести аварийный дом на улице Одесской до 5 октября Ранее надзорное ведомство провело проверку По факту бездействия мэрии по сносу пятиэтажки Кирпичная пятиэтажка по адресу улица Одесская, 129 Признана аварийной еще в 2019 году До 2022 объект был расселен Квартиры переданы в муниципальную собственность И отключены от коммуникаций В настоящее время доступ в дом не ограничен В аварийной пятиэтажке нет ни дверей, ни окон Не раз в заброшенном доме происходили пожары Изначально здания должны были разобрать до конца апреля 2023 года Однако сроки сдвинулись В мэрии сослались на то, что некоторые жильцы Обжаловали в судах стоимость выкопа аварийного жилья Демонтаж здания начался в конце июня И должен был завершиться 1 сентября Однако сроки вновь были сорваны Как отметили в подрядной организации На это повлияли сильные осадки и жара Обнаружение дополнительных конструктивных особенностей здания Не указанных в проекте Что требует дополнительного времени А также сказалось на увеличении стоимости работ Еще одним условием в свое оправдание Подрядчики называют отсутствие подъездных путей к зданию И большое количество зеленых насаждений по периметру Прокуратура настроена решительно И ее уже поддержал суд В 2022 году прокурором города в администрацию Было внесено представление с требованием о сносе объекта Однако до настоящего времени Ликвидация многоквартирного дома не осуществлена В связи с этим прокурор города обратился в суд С требованием об обязании органа местного самоправления Осуществить снос многоквартирного дома Требования прокурора удовлетворены Администрации города Оренбурга Дано время для сноса объекта До 5 октября текущего года Прокуратура города проконтролирует Ход исполнения решения суда Если дом по улице Одесской 129 Не будет разобран до 5 октября К муниципалитету будут применены Меры прокурорского реагирования Самые обсуждаемые темы в социальных сетях Оренбурга В последние дни разбора Градительного барьера на улице Терешковой И отсутствие разметки Что происходит на одной из важнейших Транспортных артериях города И как к этому относятся в региональном ГИБДД В материале наших корреспондентов На улице Терешковой Начали разбирать дорожное ограждение В администрации пояснили Меняется формат движения На основной магистрали города появятся Отдельные полосы для общественного транспорта Такси и участок для организации Реверсивного движения Как новшества повлияют на дорожную ситуацию Сказать в областном ГИБДД пока не решаются Мы сейчас давно уже исключены Из этого процесса согласования Этих мероприятий Мы к этому процессу подключаемся Только когда вот эти все условия выполнены Да, мы если мы чувствуем И видим, что есть угроза для безопасности Тогда мы включаемся И все надзорные полномочия применяем Еще одна проблема Отсутствие разметки на отремонтированных дорогах Водители называют такие полосы Еду как хочу Чистый асфальт создает аварийную ситуацию Однако процесс создания разметки Во власти организатора ремонта и исполнителя Свежая зебра не появилась даже в преддверии учебного года Этот вопрос поднимался на заседании Правительства области на прошлой неделе Губернатор был крайне недоволен ситуацией Претензии были предъявлены Оренбургскому району, Орску и Оренбургу В областном центре не досчитались 45 разметок Все равно не пойму, в чем проблема Скажите, нанести этих 45 разметок Не говоря о том, что у вас даже дороги до сих пор Которые отремонтировали в прошлом году С начала года разметки не было Мы вам на историю безопасности Напомнили, сколько городу денег дали 160 миллионов плюс 80 Туда разметка тоже входит Чего не делаем-то, вы мне скажите, пожалуйста Ни разметки, ни денег Ничего То подрядчик плохой То и вовремя не сделал То материалов не дали Ну тогда закупайте, соответственно, машины свои И сами делайте Чего я могу сказать В ГИБДД заверили Разметка будет Ее не может не быть Остается один вопрос Когда? Можно говорить, что этот вопрос, он не запущен Есть, да Всегда есть вопросы И к владельцам дороги И тем лицам, которые занимаются этим работом Субподрядчики различного рода Ну и я уверен, что эта работа Она всегда делается И до конца завершается Елена Нефатьева, Георгий Бурлуцкий, Дмитрий Картус Новости дня В Оренбургской области подвели итоги выборов Общая явка на голосование в регионе составила почти 25% Всего же проголосовали 19 859 избирателей Такие данные дает областная избирательная комиссия 275 депутатских мандатов распределились следующим образом 251 Единая Россия 1 мандат Справедливая Россия за правду 12 Самовыдвижения КПРФ 9 мандатов Партия пенсионеров 1 мандат Партия возрождения России 1 мандат По данным областной избирательной комиссии Лидерами появки на муниципальных выборах стали Оксютинский сельсовет Осикеевского района 87% Новодомосейкинский сельсовет Северного района 61% Тимошкинский сельсовет Матвеевского района чуть более 53% Самая низкая явка наблюдалась в Степановском сельсовете Оренбургского района 10% В Оренбурге с учетом дистанционного электронного голосования Явка составила чуть выше 11% Проголосовали 3 116 избирателей Напомню, в Оренбурге, как и по всей стране Включая и новые регионы, прошли выборы Жители голосовали 3 дня Прямые выборы глав регионов прошли в 21 территории Сейчас ненадолго прервемся И вот что будет в нашей программе дальше Можно ли купить новую квартиру за 1 миллион рублей? Аналитики изучили объявления по всей России И варианты есть Делегации из Крыма и Белоруссии изучают опыт коллег в Оренбургском районе Представители территории посетили теплицу, школу и музей Это новости дня мы продолжаем Где можно купить новую квартиру, накопив около миллиона рублей Аналитики издания российской газеты изучили объявления от застройщиков на порталах агрегаторов Оказалось, что есть несколько населенных пунктов, где можно купить недвижимость за эту цену В том числе и в Оренбургской области Объявление о дешевых квартирах есть в Дагестане В городе Избербаш уже несколько месяцев В продаже студия в 22 квадратных метра за 770 тысяч рублей При этом дом достроят в 2026 году Недорогой вариант в новостройке предлагают в Хантамансийске За 799 тысяч, как уверяют авторы объявления, можно стать обладателем однокомнатной квартиры в 47 квадратных метров Дом достроят в конце 2024 года За миллион с небольшим рублей можно купить студию почти в 21 квадратный метр в селе Неженко Оренбургской области Примерно за такую же сумму можно приобрести однушку без отделки в городе Зубцов на юге Тверской области Квартира площадью чуть меньше 30 квадратных метров находится на четвертом этаже пятиэтажки Дом построен в 2020 году Обещан живописный вид из окна на реки и водохранилище В любом случае специалисты рекомендуют обращать внимание не только на стоимость жилья Но и проверять застройщика в каталоге новостроек Там можно увидеть полную информацию о доме, районе, сроке сдачи здания Увидеть фотоотчет о строительстве А также проверить, не относится ли жилой комплекс к числу проблемных А сейчас к ситуации на валютном рынке Актуальные данные Центробанка России на вашем экране Художники из Тулы завершили работы над Муралом С портретом первого космонавта Юрия Гагарина Изображение с надписью «Поехали» Располагается на фасаде дома номер 43 на улице Солмышской Работа на многоквартирном доме велась с начала сентября И вот сейчас все задуманное тульским художником Можно увидеть в полном размере Местные жители говорят, что были изначально не против Что их дом теперь станет настоящим арт-объектом Мне очень понравилось Я иду издалека и думаю, как хорошо, приятно прямо к душе И это наша история Это очень хорошо, молодцы Очень нравится, что наш город хоть как-то становится более ярким Потому что, учитывая, что все зимнее время, оно очень пасмурное То хотя бы такие вот вещи, цены для нашего города Чем город наш славится Это, я считаю, прекрасно Я хочу, чтобы каждый дом вообще был такой красивый Есть, конечно, историческая ценность Первый космонавт в мире учился у нас в Оренбурге Мурал представляет историческую ценность для всего Оренбуржья Память о первом космонавте хранят жители Да и сам Гагарин вспоминал город, который дал ему крылья Несколько дней в Оренбургском районе работали делегации из Крыма и Беларуси Программа визита была насыщенной Представители территории познакомились с технологиями в сфере образования, сельского хозяйства, муниципального управления, а также подписали ряд соглашений Оренбургские районы делегации Копольского района Беларуси и Сакского района Крыма подписывают соглашение о сотрудничестве Уже давние партнеры с Сакским районом взаимодействия 2016-го с Беларусью с 2017-го решили работать еще плотнее Это дает нам уверенность, что более тесно будет налажено сотрудничество уже в сфере образования между школами, сельскохозяйственных предприятий, потому что очень много есть возможностей у нас сотрудничать Например, Оренбургский район сможет поставлять семена в Беларусь Было подписано соглашение, но тогда это было соглашение только руководителей районов За эти годы мы накопили уже очень хорошие тесные связи с различными учреждениями образования и с сельхозпредприятием Поэтому, конечно же, закрепить вот эти связи необходимо было соглашением о сотрудничестве, чтобы это было положено на бумагу Впервые подписывается соглашение с сельскими поселениями Крыма Очень рады такому соглашению, сотрудничеству, надеемся обменяться опытами, посмотреть, как здесь работают Мы хоть 9 лет, конечно, уже в России, но все равно у нас много вопросов и это очень нужное соглашение для нас От слов к делу делегации направляются в село Черноречие, чтобы узнать о технологиях работы в интересующих сферах Их встречают у памятника казакам Оренбургского казачьего войска, как и положено на гостеприимной земле с хлебом и квасом Не было гостя, вдруг нагрянуло В теплицах делегации смотрят цветы герберы для озеленения и благоустройства Оренбурга, поселков и городов региона, а также огурцы Ученики Чернореченской школы представляют проект «Огуречная долина» Это первые профессиональные пробы ребят В целом работа направлена на привлечение школьников к сельскому хозяйству Такая практика вызывает интерес Очень хорошая тема по профориентации ребят Почему? Потому что наши дети тоже поступают в сельскохозяйственные учреждения, образование Но не все выбирают эту профессию потом Ну, в последующем очень хорошо, если ребята со школы привлекают к профессии О новом оборудовании и площадке «Точка роста» делегации узнают в Чернореченской школе имени кавалера ордена красной звезды Александра Гонышева Нам все интересно, много чему нужно учиться, перенимать опыт И очень интересно такой район, просто замечательный Не остается без внимания и музей В этот день представители регионов почтили память павших в Великой Отечественной войне А также известного писателя Александра Пушкина Елена Еремна, Айнура Алиева, Игорь Бероев, Георгий Бурлузский Новости дня Самый большой в Оренбурге – промышленный, сельскохозяйственный и социально развитый Оренбургский район отметил 85-летний юбилей Торжества прошли во Дворце культуры и спорта «Газовик» С какими результатами район подошел к знаменательной дате, узнали Александр Криволапов и Игорь Бероев Гостей праздника встречают красной дорожкой В фойе юбиляров ждут угощения Тут же выступают коллективы художественной самодеятельности Многие под зажигательные звуки мелодий танцуют Оренбургский район занимает более 5000 квадратных километров Имеет развитую промышленность В районе развита нефтегазовая отрасль Оренбургский район также один из лидеров сельхозпроизводства Сумели сохранить стабильность развития животноводства Остановлен спад поголовья И есть моменты, где прирастают Но много еще работ в полеводстве Району предстоит еще посеять Более там почти 20-25 тысяч гектаров Озимах культуры мы надеемся Что район с этими задачами справится Сегодня на фоне юбилея могу сказать, что идет работа Работа идет большая И я уверен, что те люди, которые сегодня отпраздновали Они тут и вечером, а тут и завтра утром Будут на работу и будут продолжать свои славные традиции В Оренбургском районе активно строится жилье Спортивной площадки Появилось 4 новой школы и 2 еще строительные 11 детских садов Район лидер в реализации программы Комплексного развития сельских территорий За 5 лет практически миллион квадратных метров Введено жилья Население района увеличилось Более чем на 20 тысяч человек И самое главное У нас район молодеет Все больше и больше молодых семей Выбирают местом для своей будущей жизни Жизни своих детей Наш район Мы прирастаем детьми У нас только учеников Вот за последние годы увеличилось в два раза Поздравить юбиляров пришли депутаты Законодательного собрания области Руководство областного центра «Ветераны» Территории развиваются Каждое село приятно сегодня заехать И это хорошо Как говорят в Оренбургском районе Задача на ближайшие годы Развивать экономику и производство Повышать качество жизни Делать территорию современной и удобной Александр Криволапов, Игорь Бероев Новости дня Жители села Черный Отрог Примут участие в создании Новой экспозиции музея Черномырдина Там прошла презентация проекта Под названием Башня Сельпрома Поддержанного фондом Потанина Обветшавшее здание Водонапорной башни станет музеем Кураторы проекта показали Как будет выглядеть башня Она станет настоящим арт-объектом Экспозиция будет состоять из двух частей Уличной и интерьерной Уличная расскажет о сельских производствах Которые функционировали в селе В период, когда Черный Отрог был райцентром Экспозиция внутри башни Будет посвящена языку и символике Платочных узоров Ведь платок – главный промысел этих мест Мы выбрали лишь один аспект Это язык платка Говоря научным языком Семантика платка То есть значение узоров Которые на самом деле Имеют прямой отсыл Либо с природными мотивами Либо с какими-то милыми бытовыми мотивами Уже известно, местным жителям идея понравилась Они тоже приняли участие В обсуждении проекта Люди вспоминали, как строилась башня Буквально всем селом Рыли траншеи по улицам под трубопроводы А появление колонок Произвело настоящую революцию Жители пообещали помочь команде проекта В сборе предметов для экспозиции Это не только музейный объект Но и объект, который изменяет И благоустраивает территорию вокруг Лавочки, прогулочные зоны Это место и сейчас используется Как такое транзитное Но оно, конечно, станет более комфортное Благоустроенное Строительно-ремонтные работы И благоустройство территории вокруг башни Планируют завершить до конца этого года Экспозицию смонтируют до конца лета 2024 года О спорте Пять очков в четырех встречах Хоккеисты Южного Урала провели стартовую серию Чемпионата Высшей Лиги В завершение номинально-домашнего блока В Ледовом дворце Звездной Арчане принимали серьезнейшего соперника Трехкратного обладателя Кубка Братиной Нефтекамский Торос Который при этом оказался гораздо свежее У него была всего вторая игра за неделю А у нас четвертая Поэтому неудивительно, что в дебюте встречи Раскатавшись, гости за 20 секунд привезли нам две шайбы Да и вообще в стартовой двадцатиминутке Вдвое перебросали хозяев Как отметил главный тренер Южного Урала Отмахов, начало проспали Потом внесли коррективы, успокоились Во втором периоде Арчане рванули вперед Соперники за ними не успевали И регулярно нарушали правила Раз за разом наши получали численные преимущества А дивидендов из этого не извлекали Однако не мытьем, так катаньем Опять случился несколько курьезный гол жлобы Как и в матче с Молотом Наш защитник бросил от самой синей линии И застал врасплох вратаря Игра преобразилась полностью По броскам 16-2 в нашу пользу Тут бы и развить успех Но в начале заключительного отрезка Торос восстановил разрыв в две шайбы И показалось, что матч не спасти Тут настало время нашим проявить Настоящий уральский характер Сначала Мыльников оказался самым расторопным на пятаке Не прошло и минуты, как счет сравнялся Наконец-то заработало большинство Наши грамотно расставились в зоне И вывели на бросок Кузнецова Тот был точен А ровно за 4 минуты до финальной сирены Арчане дожали соперника В численном преимуществе отличился Фурса 4-3 Выиграют брасывание по Арчане Бросок следует Наконец-то, вот это да Вот это да За секунду За несколько секунд до конца большинства Мы его реализовали Концовку встречи Арчанам пришлось отбиваться в меньшинстве Костями ложились и выстояли Уйти с 1-3 и вырвать победу Дорогого стоит В итоге Урал расположился в группе команд С пятью очками занимающих места с седьмого по одиннадцатый Теперь предстоит выездная серия Которая начнется во вторник в Ханты-Мансийске Анатолий Юденич, Георгий Бурлузский, Семен Воробьев Новости дня На этом все Напомню еще больше информации на нашем сайте ОРТ-ТВ.РУ Также присоединяйтесь к группам телеканала В социальных сетях Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно Или ваша ситуация требует огласки Пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-900-87-852-6011 А я с вами прощаюсь Всего доброго и до встречи в эфире В студии с метеопрогнозом Анастасия Рыбалкина Через пару секунд я поделюсь с вами Какая погода ожидает нас в ближайшие сутки Здравствуйте Уважаемые родители Вашему ребенку от 5 до 18 лет И он мечтает заниматься дополнительным образованием С 1 сентября 2023 года На госуслугах в личном кабинете родителя Получите социальный сертификат На обучение по программе В навигаторе дополнительного образования Оренбуржия Консультации по телефону 43 50 93 Или по адресу Город Оренбург, улица Советская, дом 41 Региональный модельный центр Оренбуржия продолжит находиться Под влиянием тыловой части циклона С прохождением вторичных атмосферных фронтов В ближайшие сутки ночью облачно С прояснениями Преимущественно в северных и восточных районах Небольшой и умеренный дождь Ночью и утром в отдельных западных и центральных районах Туман Днем облачно с прояснениями Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду Преимущественно в северных и восточных районах Ночью ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду Ночью и днем в восточных районах Порывы до 14 метров в секунду Температура воздуха ночью Плюс 4, плюс 9 градусов Днем плюс 12, плюс 17 И про районам подробнее На западе области ночью плюс 6, плюс 9 Днем плюс 13, плюс 16 Центр и юг в ночное время Плюс 4, плюс 7 градусов Днем плюс 14, плюс 17 На севере ночью плюс 8, плюс 11 А днем плюс 12, плюс 15 На востоке в ночное время 5,8 со знаком плюс А днем плюс 12, плюс 15 Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Здравствуйте! В эфире «Защита здесь» – программа регионального министерства соцразвития, в которой мы обсуждаем самые актуальные вопросы социальной поддержки населения. Стартовал новый учебный год. Тысячи юных оренбуржцев начали его с новыми силами, ведь летом для них был организован полезный и интересный отдых. Итоги летней оздоровительной кампании подведем сегодня с заместителем министра социального развития Оренбургской области Верой Романовной-Ризик. Здравствуйте! Здравствуйте! Вера Романовна, если говорить в целом, то каков охват детей был этим летом? Сколько лагерей приняли отдыхающих? И вообще спрос на организованный летний отдых по-прежнему высок? Действительно, спрос высок, потому что дети, особенно проживающие в городах, они нуждаются в летней полезной занятости. И, естественно, дети, независимо от места жительства, все нуждаются в оздоровлении. Я думаю, что с этим фактом никто не будет спорить. В этом году компания детско-оздоровительная была у нас полноценная, полномасштабная. Началась она у нас 27 мая и закончилась 31 августа. И даже у нас есть несколько лагерей, которые будут функционировать еще и в сентябре, и даже в октябре. Так как у нас есть круглогодичная организация отдыха-оздоровления, мы можем себе это позволить. Осуществляли работу в период летней оздоровительной кампании 844 организации отдыха. Из них 49 лагерей – это загородные стационарные лагеря, два палаточных лагеря на базе стационарных загородных, и 793 лагеря с дневным пребыванием детей. Это самый массовый отдых пришкольные лагеря, но он также очень востребован, особенно родителями детей младшего школьного возраста. Ну и если говорить о количестве детей, которые смогли в этих лагерях отдохнуть, то порядка более 81 тысячи маленьких оренбуржцев мы охватили вот такой полезной летней занятостью. Более 33 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях, 47,2 тысячи детей отдохнули в пришкольных лагерях, ну и около тысячи ребят в палаточных лагерях. Стоит сказать, что хотя летняя оздоровительная кампания вот-вот завершилась, но правильно я понимаю, что уже сегодня можно и даже нужно задуматься о том и запланировать отдых на будущий летний сезон? Совершенно верно, вы правы. У нас, как в той пословице, готовься они летом, телегу зимой, но вот подумать об отдыхе ребенка на следующий год надо уже начиная с текущего лета практически, потому что у нас стартует заявочная кампания на очередной год с 1 августа года предшествующего по 1 декабря. Соответственно, вот в этот период можно подать заявку работодателю либо заявление в наш комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, в зависимости от того, какой категории ребенок относится, на получение государственной поддержки на отдых в следующем году. Государственную поддержку мы предоставляем в виде сертификата либо в виде компенсации. Родитель сам определяет, какой вид поддержки ему больше нравится. Сертификат – это именной документ, который позволяет оплатить путевку в организацию отдыха и оздоровления в зависимости от его типа, 50% либо 100%. 100% сертификат предусмотрен для льготных категорий детей, таких как дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, для одаренных детей. Также такое право предоставлено для детей, участников специальной военной операции. А для всех прочих детей есть 50% сертификаты. А компенсация – это вид поддержки, который предусматривает выплату уже после того, как родитель самостоятельно оплатил путевку. Размеры ее такие же, как и сертификата, но здесь просто немножко другой порядок действий и, соответственно, такое получение уже меры поддержки после совершения собственных расходов. А где семья может получить информацию? Вот имеет ли она право на ту или иную поддержку? Ну, конечно, проще всего воспользоваться информационными ресурсами. Это сайт Министерства социального развития, МСР, ОРБРУ. Либо можно обратиться по телефону горячей линии в нашем министерстве. У нас, кстати, и на сайте этот телефон указан 44-31-11, по которому вы можете, так скажем, получить исчерпывающие ответы. Ну и также комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. Вера Романовна, вот родитель, я так понимаю, сам может выбирать понравившийся лагерь? Или же ему предлагается определенное количество лагерей, куда он может по сертификату, опять же, если мы ведем речь? Ну, нужно сказать, здесь прежде всего в таком понятии, как реестр организации отдыха и оздоровления детей. Это такой документ, который ведет Министерство социального развития области. Он постоянно актуализируется. Находится он также на нашем сайте в разделе «Детский отдых». И там, в этом реестре, абсолютно все организации отдыха и оздоровления детей, которые имеют право оказывать соответствующие услуги. И дневного пребывания, и загородные, и стационарные, и круглогодичного действия, и палаточные. Там вы найдете полную информацию о лагере, где он находится, какая у него мощность, какие смены и в какие периоды проводятся. Информация о руководителе этого лагеря. Дальше, что касается принятия решения и выбора, с какой организацией заключить договор и куда направить своего ребенка, родители определяются самостоятельно. Чем хорош сертификат? Тем, что он дает право на оплату в определенной стоимости. Но воспользоваться и реализовать это право вы можете в той организации, которую выберете сами. А вот может ли такое быть, что по каким-то причинам некоторые организации не вошли в этот реестр? То есть что это может быть? В случае, если организация не входит в реестр, она не имеет права оказывать услуг по отдыху и оздоровлению детей. То есть какие-то требования мне отвечают, да? Такое-то явление будет называться несанкционированный лагерь, и оно карается законом, штрафом в размере до миллиона рублей в соответствии с кодексом административных правонарушений. Организации, чтобы попасть в реестр, необходимо направить заявку в Министерство социального развития, приложить пакет документов, в том числе устав, лицензии на осуществление образовательной, медицинской деятельности, сведения об отсутствии предписаний со стороны контрольно-надзорных органов и иные документы. Министерство рассматривает этот пакет, и если нет никаких нарушений и все правила соблюдены, соответственно, организация включается в реестр. По сути, реестр – это такая гарантия безопасного пребывания ребенка в лагере, поскольку в реестр попадают только проверенные организации. Ну вот сейчас же много очень таких частных организаций, которые предлагают какие-то коммерческие провести незабываемые каникулы. А как обычному родителю разобраться, вот кому стоит доверять, кому нет, на что обратить внимание? Да, очень много организаций, которые предоставляют услуги в сфере дополнительного образования, либо вообще, в принципе, услуги по присмотру какие-то за детьми. И здесь нужно четко разделять понятия. Если ребенок пребывает в этой организации в период проведения мастер-классов, как правило, это краткосрочные какие-то мероприятия, если четко говорить, то до 4 часов, да, соответственно, когда не требуется организация питания и еще что-то, соответственно, эта организация не предоставляет услуги лагеря, она предоставляет услуги кратковременной занятости. А если ребенок пребывает в организации больше 4 часов, в любом случае, по санитарным нормам и правилам, в таком случае организация обязана организовать питание для данного ребенка, соответственно, здесь уже появляются признаки, такие лагеря дневного пребывания, так скажем. Поэтому мы за такими организациями пристально следим, мы отслеживаем и таргетированную рекламу, которая в социальных сетях и в интернете проходит, и вплоть до того, что, да, и объявления, которые здесь на придомовых территориях и возле школ развешиваются, профилактически в эти организации выходим, разъясняем им порядок функционирования, организация отдыха, оздоровления и порядок включения, в том числе в реестр. И эту работу мы проводили и в текущем году, и совместно с прокуратурой, и другими надзорными ведомствами. Вера Ивановна, а какие формы отдыха, типы лагерей сегодня наиболее, может быть, востребованы у детей и родителей? Вот вы сказали, палаточные есть лагеря. Ну, вообще, предпочтения, конечно, у детей разные. И поэтому, если говорить о тематической направленности, то было проведено около 370 смен различной тематической направленности. Это и научные смены, и туристко-краеведческие, и патриотической направленности. В этом году новелла у нас – это популяризация российского движения детей и молодежи, движения первых. И 14 смен у нас было проведено под эгидой как раз РДДМ, где дети могли полностью погрузиться вообще в деятельность этого сообщества, понять, какие есть направления, что им интересно. Набирает обороты также работа с детьми с инвалидностью и детьми с особенностями в здоровье. И мы сейчас не говорим о каких-то изолированных сменах только для детей-инвалидов. Мы говорим об инклюзивных сменах, то есть о том, что эти дети должны быть включены в общий процесс. И у нас таких инклюзивных смен было проведено 67. В них приняли участие 420 детей-инвалидов и более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Но это, с одной стороны, дает возможность детям всем на равных условиях получить соответствующие услуги по отдыху, оздоровлению. С другой стороны, всех остальных наших детей воспитывает в духе терпимости, толерантности и уважения к личности, независимо от наличия каких-то физических недостатков. По-моему, это очень здорово. Поэтому здесь очень много направлений. Еще бы хотела отметить, что некоторые лагеря у нас практикуют сейчас такую форму летней занятости детей, когда дети уже... Еще не взрослые, но уже не дети. Дети 15-16-летние, которым уже вроде как в качестве отдыхающих, наверное, было бы неинтересно. Но вот они их привлекают в качестве пилотов, например, в городе детства. То есть это такие помощники вожатых. Они еще не самостоятельно вожатскую деятельность осуществляют. Это такие помощники вожатых. И, по сути дела, это такой элемент профориентации. То есть дети себя могут попробовать в качестве организаторов, в качестве педагогов, в качестве наставников. Кстати говоря, возвращаясь к тому, что у нас в этом году год педагога и наставника. И такую практику, кстати, подхватил у нас еще летний лагерь дневного пребывания на базе лицея номер 5 в городе Оренбурге. Я считаю, что вот за таким направлением работы будущее однозначно, потому что это позволяет нам вот таких вот подростков, взрослых, уже воспитывать более ответственными, серьезными, взрослыми людьми. Вера, ну давайте вернемся к вопросу сертификатов. Если родитель получил сертификат, но вот летом понял, что по какой-то причине не получится им воспользоваться, что в таком случае? Сертификат сгорает или же он действует какой-то определенный срок? Ну, сертификат имеет срок действия, и этот срок действия на самом сертификате нанесен. Если мы говорим о периоде летней оздоровительной кампании, как правило, такие сертификаты имеют срок действия до 31 августа. Но не надо забывать, что у нас есть еще круглогодичные лагеря, и есть у нас каникулы и осенние, и зимние, и весенние. Соответственно, есть сертификаты, которые действуют и в период осенних, и весенних, и зимних каникул. Кроме того, санаторные сертификаты, они у нас действуют в течение года. То есть, соответственно, если у ребенка есть необходимость пребывания в санаторном лагере, то это может быть не только летний период. Поэтому отталкиваться нужно от того срока, который написан на сертификате, который вы получили как родитель. А можно ли сертификат передать другому лицу, допустим, не знаю, сестре, брату? Ну, сертификат передавать нельзя, поскольку это именной документ. На нем нанесены сведения о родителе, законном представителе ребенка, и, соответственно, сведения о том ребенке, которому этот сертификат выдан. То есть это именной документ, соответственно, он дает право воспользоваться мерой поддержки конкретному ребенку. Вот мы сейчас обозначили льготные категории семей. Вот есть ли такая ситуация, что семья не многодетная, не малообеспеченная, но все-таки хотела бы получить какую-то господдержку или компенсацию за путевку? Здесь есть какой-то вариант, какое-то предложение? Да, для семей, которые не относятся к льготным категориям, также предусмотрены сертификаты и компенсации, в размере 50% от средней стоимости путевки, устанавливаемой ежегодно правительством Оренбургской области. На 2024 год, мы уже сейчас будем про будущее говорить, она установлена в размере 1485 рублей в сутки на ребенка в санаторные смены и 1168 рублей в лагеря детский оздоровительный, не санаторный. Поэтому для льготных категорий размер сертификата будет определяться исходя из 100% этой величины, а для всех остальных в размере 50%. Вера Ивановна, есть ли такая ситуация? Родители упустили сроки подачи заявки на получение сертификата. Есть ли какой-то шанс, когда они опомнились уже в преддверии летнего сезона? Бывает ли такое? Или их быстро расхватывают сертификаты? В принципе, конечно, подать заявление лучше в заявочную компанию, но, тем не менее, право подать и за пределами заявочной компании у родителей есть. Единственное, что такие заявки, они обеспечиваются уже по мере высвобождения квот. Такие случаи тоже бывают, поскольку мы, понятно, на такой долгосрочный период планировать можем всякое, но вмешивается его величество случаев, либо какие-то жизненные обстоятельства, и ребенок, например, отказывается, и родители от затеи поехать в лагерь, соответственно, сертификат аннулируется, деньги высвобождаются, и мы имеем возможность выдать сертификат следующему обратившемуся. Существует ли такая проблема неравномерного распределения детей по лагерям? Потому что предпочтения много может быть отдано одному лагерю, а у другого, может быть, нехватка, незаполнены места отдыхающие. Я думаю, вы со мной согласитесь, что мы все осуществляем свой выбор, исходя из тех потребностей, которые у нас есть. Естественно, те лагеря, которые в полной мере потребности ребенка и родителей удовлетворяют, они пользуются большим спросом. А там, где есть над чем поработать с точки зрения и наполнения смены, и с точки зрения уровня комфортности, естественно, как бы, наверное, детьми и родителями предпочитаем. Собственно говоря, вот такая нормальная конкуренция, по сути дела, между организациями. Какой-то определенный рейтинг, наверное, даже есть. В лидерах кто-то есть. Рейтинги мы такие не составляем, просто мы знаем, что есть лагеря, в которые бронируют путевки уже начиная с февраля. И, соответственно, как бы, вот это о многом и говорит. Вот как раз это такой негласный рейтинг, наверное, и есть. Какая-то соревновательность есть между лагерями, да? Однозначно, а поэтому здесь задача у организаторов детского отдыха укрепления материально-технической базы с точки зрения условий комфортности пребывания, наличия санитарных условий, душевых и так далее, с точки зрения интересной развивающей среды, соответствующего оборудования для этого. Если ребенок увлечен определенной областью творчеством, спортом, наукой, может ли он попасть в какую-то профильную смену, где вот дальше развиваться в своей области? У нас в этом году прошло 370 профильных смен. И для одаренных детей, те, которые вот как раз занимаются и наукой, либо творчеством, либо спортом, сертификаты выделяются также стопроцентные. Выделяется определенная квота для соответствующих ведомств, то есть для детей, одаренных в сфере науки, образования, Министерства образования, для детей, одаренных в сфере спорта, естественно, Министерства физкультуры и спорта, для детей-активистов, участников движения первых департаментов молодежной политики. И вот эти ведомства уже как раз и являются, так скажем, функциональными заказчиками для проведения таких профильных смен. И они комплектуют, подбирают детей на такие профильные заезды. Кроме того, мы одаренных детей, как вы знаете, вот 30 августа у нас вернулась группа, и 190 ребят из Анапы направляли за пределы Оренбургской области в Краснодарский край, в санатории Янтарь. Там они тоже провели незабываемые каникулы. Ну и, конечно же, одаренные дети отдыхают у нас и во всероссийских детских центрах, таких как Ортек, Орленок, Смена. Что касается последних, то здесь есть автоматизированная информационная система, а есть путевка. Через интернет родители вместе с ребенком заходят в эту систему, подгружают туда портфолио ребенка, да, то есть все его достижения. Система сама присваивает определенный рейтинг каждому достижению, и в случае, если ребенок набирает определенное количество баллов, то, соответственно, вот ему выделяется путевка в такой центр, и он едет уже, представляет область. То есть автоматически это машина определяет? Это машина определяет, да, для того, чтобы исключить субъективный фактор. Вера, Аман, детский отдых – это не только развлечение, да, но прежде всего безопасность. Давайте расскажем, какие аспекты это затрагивает? Вообще, насколько сложно подготовить лагерь с точки зрения безопасности? Мне кажется, организации отдыха, оздоровления, может быть, потому что я с этой сферой больше сталкиваюсь, это, наверное, та сфера деятельности, которая проверяется практически всеми контрольно-надзорными органами. И требований действительно много и со стороны Госпожнадзора, и со стороны Роспотребнадзора. Теперь добавились у нас еще пару лет назад требования со стороны антитеррористической безопасности, ну, веяние времени, все это понятно. Всегда у нас в составе муниципальных межведомственных комиссий, которые принимают лагеря перед началом сезона, входят представители и МЧС, и Роспотребнадзора, и Росгвардии, и ОМВД, поскольку оценить лагерь нужно системно и комплексно с точки зрения его безопасности по всем параметрам. Если говорить про антитеррор, то есть требования по наличию, естественно, периметрального ограждения, видеонаблюдения, да, и системы оповещения, наличие заключенного договора с лицензированными охранниками, а не просто бабушки-сторожа должны охранять детей, да. Соответственно, как бы, если со стороны госпожного отзора, ну, мы понимаем, что здесь очень много, да, и к путям эвакуации, и к наличию, в том числе, средств пожаротушения в исправном состоянии, и, соответственно, сотрудники все должны быть обучены. А те лагеря, которые, например, у нас находятся за пределами, так скажем, нормативного времени доезда экстренных служб, у них на территории даже дежурят пожарные машины. У нас есть даже такие лагеря. То есть пока вот эти все требования не будут соблюдены, естественно, организация отдыха никто не допустит к функционированию. И это касается не только крупных каких-то лагерей, но даже вот, я не знаю, лагерь дневного пребывания, там тоже должен быть и доктор, там и... Для лагерей различного типа установлены различные требования. Но для всех лагерей установлены требования. И в любом случае лагерь должен иметь медицинского работника, это однозначно. Только в зависимости от его мощности либо это средний медицинский работник, либо это врач обязательно. Поэтому здесь, да. Ермана, что касается персонала, педагогического состава, здесь мы не испытываем некий дефицит кадров. Как-то приходится мотивировать, я не знаю, чтобы привлекать педагогов к этой работе? Ну, вообще, вот если говорить о цифрах, то у нас, так скажем, количество организаторов детского отдыха в этом году почти восемь с половиной тысяч. Из них более тысячи это медицинские работники, и львиная доля это, конечно, педагогические кадры. И, естественно, да, привлекаются и педагоги, и привлекаются также и студенты, и бойцы студенческих отрядов. Причем у нас же есть профильные педагогические студенческие отряды. И это вот наша такая кузница кадров, и это наш такой кадровый, так скажем, резерв. Проходят они подготовку как на базе педагогического университета, так и на базе педагогических колледжей. И, кстати говоря, чтобы стать вожатым, не просто надо быть студентом педагогического вуза, надо еще пройти школу вожатского мастерства. Это специальный курс. Ну, соответственно, как бы желающих пройти эту школу достаточно. Единственное, с чем сталкиваются лагеря перед началом сезона, это, конечно, дефицит медицинских кадров. Потому что у медиков, мы понимаем, есть более приоритетные задачи. Но, вот, тем не менее, без них процесс отдыха детей в лагере невозможен. Поэтому, но, тем не менее, эти вопросы все решаются. Вера Мана, а если провести сравнение, как с годами поменялся организованный детский отдых, может быть, что сегодня вот в тренде? Здравительная какая-то составляющая, тематические смены, какие инновации? Вот, я смотрю, и стали смены короче почему-то, да? Это востребованность такая у родителей? Ну, короткие смены у нас появились, когда мы героически, так скажем, организовывали отдых вместе со всеми лагерями, которые в этом принимали участие, в период ковидный. Тогда были, если вы помните, ограничения по наполняемости лагерей. Но со временем, как бы, некоторые лагеря и родители пришли к тому, что эти смены короткие, как бы, они достаточно... По мне, да? Да, себе интересны. Но при этом мы все равно говорим, что полноценный отдых, если мы говорим о санаторных сменах, все-таки он должен быть 21. Поэтому у нас смены разные по длительности есть. Если говорить о том, что нового, наверное, последний год это упор все-таки на патриотическое воспитание. Потому что мы не просто должны там детей развлекать, и песни, и пляски, и дискотеки, это, конечно, все хорошо, но, наверное, мы должны растить мыслящих людей, настоящих патриотов. Не, наверное, а точно мы должны это делать. И система воспитания, образования, она, собственно говоря, не прерывается, когда мы уходим на каникулы. И поэтому вот новым таким смыслом лагеря тоже наполнились. Плюс еще, конечно, мы используем время пребывания ребенка в лагере тому, чтобы научить его жизненеобходимым навыкам, например, плаванию. Те лагеря у нас, их практически половина загородных, которые имеют либо пляжи, либо собственные бассейны, они обучают детей плавать. Также разработана программа туристско-краеведческой направленности, и она больше про выживание в открытой местности, в среде. То есть как костер развести, как огнетушителем воспользоваться, как палатку разбить. То есть такие какие-то вещи, которым ребенок в детстве должен научиться. Соответственно, вот это все есть. Но если говорить о том, как лагеря себя пытаются развивать, то есть тут очень большое количество направлений и простор для творчества. Это не просто там кружки рисования и лепки, да. У нас уже у многих лагерей есть скалодромы, веревочные парки, лучные тиры, лазертаги. Ну, то есть здесь очень много, как бы, таких вот всяких фишек и ноу-хау. А если говорить о лагерях дневного пребывания, у нас в этом году тоже новелла программа «Орлята России». Она разработана Всероссийским детским центром «Орленок». Тоже имеет патриотическое направление, направленное именно на младших школьников. И вот такие смены у нас проводили лагеря дневного пребывания. Вера Мана, а что касается малых населенных пунктов, вот там как организуется отдых детей? Есть ли местные лагеря? Или же этих детей везут в областные большие центры? Надо сказать, что у нас, если говорить о загородных лагерях, всего 17 муниципальных образований имеют загородные стационарные базы. Соответственно, дети, которые проживают в других населенных пунктах, их возят в те лагеря, которые находятся поблизости. По поводу лагерей дневного пребывания, они, как правило, находятся на базе общеобразовательных организаций, ну, то есть школ. Соответственно, если в селе есть школа, то на базе этой школы, как правило, и организуется лагерь дневного пребывания. Потому что понятно, что лучше, когда ребенок занят чем-то полезным. Там, где нет возможности организовать лагерь, организуются площадки кратковременного пребывания. И вот такие вот формы малой занятости. У нас в текущем году ими было охвачено порядка 155 тысяч детей. Ну и кроме того, в Министерстве образования был реализован проект каникулы с пользой. Когда тоже не только школы, но и учреждения дополнительного образования использовали свои базы, своих педагогов для проведения, например, каких-нибудь мастер-классов, занятий. Ситуации бывают разные. Если родители посчитали, что их права нарушены относительно организации отдыха ребенка, вот существует ли какая-то комиссия? Может ли вообще родители посреди смены расторгнуть договор, потребовать возврата средств? Ну, я не знаю, вот какая работа с такими родителями? Я в такой ситуации призываю в первую очередь, так же, как и в любой другой организации, сначала обратиться к руководителю, то есть к директору лагеря. То есть мы же не понимаем пока, какого уровня там возможен конфликт между детьми, либо там между педагогом и ребенком. Естественно, как бы мы все люди, социальные существа, и от этого не застрахованы. В первую очередь, конечно, к директору лагеря. Если вы, как бы, видите, что этого недостаточно, соответственно, нужно обращаться в вышестоящую организацию Министерства социального развития Оренбургской области. Еще раз напомню, наш телефон 44-31-11. Вы можете обратиться также и дистанционно посредством подсистемы обратной связи Единого портала государственных услуг, ПОС ЕПГУ. Кстати, вот обращения, направленные через ПОС ЕПГУ, они отрабатываются в более короткие сроки. То есть такой более оперативный канал взаимодействия. Естественно, есть другие контрольно-надзорные органы, и Роспотребнадзор, и прочие структуры. То есть не то, что можно и нужно, да, порой иногда в каких-то ситуациях не замалчивать какие-то вещи, обращаться, чтобы мы реагировали. Благодарю вас, Ира Амана, за этот диалог. Я думаю, что он стал полезным для наших зрителей. И родителям рекомендуем, наверное, уже сегодня заблаговременно задуматься и запланировать будущий отдых своего ребенка, чтобы каникулы прошли интересно. А мы с вами прощаемся. До следующей встречи в программе «Защита здесь». Алкоголь – это зло. Но в небольших дозах можно хоть каждый день. Так успокаивают себя многие, заказывая коктейль или покупая баночку слабоалкогольного напитка. А вот тут они сильно заблуждаются. Алкогольные коктейли опасны в первую очередь тем, что они незаметно приучают человека к алкоголю. Приятный вкус, аромат, но он создает опасную иллюзию того, что вы пьете что-то несерьезное, неспособное навредить здоровью. Привыкание также происходит и с психологической точки зрения. Употребление коктейлей связывается с весельем, посещением клубов или баров, общением и флиртом, и ощущением полноты жизни и радости. Но обратите внимание, сочетание различных видов алкоголя крайне негативно влияет на внутренние органы, особенно на печень и поджелудочную железу. Некоторые компоненты коктейлей, например, фруктовый сок, в сочетании с крепким алкоголем, раздражают слизистую пищеварительного тракта, вызывая развитие таких заболеваний, как гастрит и язвенная болезнь желудка. А вред готовых баночных коктейлей гораздо сильнее. Они сочетают в себе воздействие алкоголя и химических суррогатов. Во все без исключения баночные алкогольные коктейли добавляют консерванты, красители, ароматизаторы. Все эти компоненты очень сильно вредят печени. Кроме того, эти напитки содержат довольно большую дозу сахара, до 5-6 чайных ложек на одну банку. Употребление такого объема сахара регулярно, в сочетании с этанолом, чревато рисками развития сахарного диабета второго типа и общим ухудшением состояния здоровья. Информация о вреде баночных коктейлей известна уже много лет. Но в то время, как в Европе вводятся запреты на их продажу, Россия выходит на лидирующие позиции по их потреблению на душу населения. Может, стоит все-таки задуматься? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова